Итак, поездка в Индию для нас явилась сутью нескольких событий. Событие первое. Именно здесь нам посоветовали зачать ребенка. И именно сюда мы и приехали, когда ему исполнилось три года. Событие второе я вам объяснил бы и объясню чуть позже. Ведь надо же было такому случиться, что в первую очередь мы вдохнули жизнь моей жене. А со вторым я бы хотел посмотреть, что стало со мной. Потому как год 2013 я буду помнить как самую страшную процедуру в моей жизни. Принесшую мне опухоль головного мозга с раком головы. Тут история становится весьма интересной. Потому как тот, кто делал мне в Магнитогорске операцию, отправил меня со второй группой инвалидности и злокачественным результатом. В Челябинске мне сказали, что у меня анапластическая астроцитома Г3. В Турции мне сказали, что у меня глиобластома Г4. В общем, по сути, мы в Индию съездили лечиться. И вы знаете, лечение там и получили. Причем в рублях и за копейки. С нормальным результатом. И вообще-то надо понять, что лечение в России стоит очень дорого. И лечение по сути неправильно. Особенно зная нашу цену химии и всего остального. Да, я пролечился в Турции. Но для нас проще и дешевле это Индия и Китай. И тут понять-то надо, что две страны с 4 миллиардами населения как-то дают нам возможность пролечиться лучше, дешевле и быстрее, чем в России с ее 90-летней историей СССР. И то, что мы потом зовем Федерацией. Так что, господа, дешевле и круче Индии и Китая вам не найти. Ну и качество супер. Теперь про цены. Из череды 10-летней истории в моей памяти. Я не понимаю, как, но у них-то каждый новый год новые машины. И тут-то надо понять, мы, конечно, крутые, но не дотягиваем до Индии. По одной простой мысли, там никакой инфляции в наших дивных понятиях-то и нет. Народ как пил пиво, вино, портвейны, бешеное количество крепкого алкоголя за копейки, так он и пьет. Как стоили фрукты на халяву, так они и стоят. Вопрос безопасности туристов решается, и вам уже не дадут насладиться смертельно ядовитыми змеями рядом с отелем. И вас никто не цапнет. И, к сожалению, гиперотдыха под супертанцы не получится. Потому как местное население проголосовало. Но на Тито с дискотеками сходить можно. А в остальном – мир и благость, помноженные на бесконечную любовь местных жителей к нашему оружию. Вообще, честно, нигде такого классного отношения, к туристам я не видел. И мы здесь не являемся источником бешеных доходов. Хотя в туристической зоне это не так. В остальном – просто радость и просто удовольствие, и желание приехать сюда на месяц, а то и на два. Просто выключиться из нашей будни и понять кайф, а точнее радость жизни. О том, как Индия относится к своему искусству убивать корабли, торпедировать подводные лодки, крушить и разрушать технику, вы начинаете понимать во время своего прилета. Аэропорт Васка-де-Гама, он по сути-то и был военным. И вот только сейчас начал работать в полном режиме напролет туристов. Конечно, туристы сюда прилетали и ранее, но понять-то надо, насколько Индия готова вкладывать в свое вооружение нашу технику. И тут понять-то надо. В бытность Британской империи индусы худо-бедно старались защищать Британию. Конечно, это не мы, с голыми руками отстоявшими самые ужасные годы Второй мировой. Но по сути воевала и Индия, используя в свое время британское вооружение. А после того, как все дело рухнуло, кое-что и осталось. Помнится, когда развалилась Британия, на пространстве Инда-Китая осталось несколько сторон, которые до сих пор находятся в натянутых отношениях. То есть, как всегда, бриты ушли и они водрузили хаос. Пакистан, Афганистан, Бирма, Мьянма и Индия. Круто они рассорили несколько государств, бывших Британской империи. А там еще до Индонезии со Шри-Ланкой. Выстроили только те, кто сразу мотанулся в СССР. Вообще, надо было понять, что СССР была гарантом стабильности. Отослала к своим корням США. Там до сих пор трагедия, как не дали им отхомячить Корею, Вьетнам и Кубу. А еще хотелось Китай захватить, Индию, Анголу всяческую. И перечислять-то можно долго. Но понятен результат. Когда СССР отваливало, мы сохраняли достоинство. И если бы не Штаты, все было бы правильно. А Штаты что сейчас делают? Везде, куда бы они ни сунулись, визг и не только. Визгом визжат женщины, потерявшие отцовку и детей. Да я бы воткнул этим перцем, но они укрылись за ядерным щитом. Но ядерный щит в аккурат оказался, во-первых, у Китая, ну и Индия этим же щитом и прикрылась. Да, возможно, мы что-то им дали. Вопрос спорный. Другой вопрос. Почему мы прощаем долги СССР? Ну и естественно, под новые долги за новое вооружение. Это наша политика, пожалуй, хорошая. Потому как НАТО имеет весьма странный потенциал под эгидой борьбы с инакомыслием разрушать исторические корни, не создавая ничего взамен. Но вы посмотрите, что они сделали с зоной Варшавского договора. В каких руинах они теперь лежат. Мустозвонных хотели в еврозону. И НАТО. Ну получили. А людям-то спокойнее жилось под прикрытием Союза. И ко всему этому приходишь после мысли о том, что в момент приземления мы видели российскую технику прямо на аэродроме. Дешевле, вкуснее и правильнее. Да и возможность-то производить оную есть и в Индии. Так что же поменялось-то? Да ничего не поменялось. Дело в том, что... Вообще Индия это не место, где что-то меняется. И у страны этой кризис. Этого не бывает. Именно поэтому за моей спиной старые наши самолеты. За моей спиной Ка-25. Там чуть дальше Харьер. Но все это сделано почему? Да потому что Индия использует нашу воинскую технику. Я посмотрел, как наши сухари взлетают. Просто красиво. И пошпарило. Вот такая она Индия. А еще здесь есть замечательный Ил-18, который уже не Ил-18, а Ил-38. А теперь вам понять-то надо, что в отличие от России, где все, что делается, разрушается, разрушено все. Как только псевдокоммерс придет на руководство любой бывшей госструктуры, он уничтожает достоинства, нами хранимые. И нету больше летного поля в Москве, нету самолетов на ВВЦ, нету бортов на левом берегу, нету Ту-104 в Давлетово. Мы убиваем нашу историю и делают это отморозки. Отморозки, пытающиеся дать нам ЕГЭ. Вы подонки, зачем это делаете? Подонки не должны быть ни в сфере образования, ни в сфере медицины. Но у нас любят подонков, так что ли? А вот это не подонки. Здесь все то, чем занималась авиация военно-морских сил. Это круто. И почему вы это не видели? Да потому что для того, чтобы это видеть, надо знать историю и владеть картами. Кстати, качественная история Турции находится прямо рядом с аэропортом Мататюрка. А это правильная история Индии. Государство, в скором времени переплюнувшего экономику США. Как вам вот такая история? Мы теперь понимаем, что Пегасо никогда не будет рулить в Индии. Знаете, почему? Обратите внимание, это самолет 51-го года. Пролетел. Сколько здесь места? То есть Индия, в смысле штат ГАА, разрабатывалась как туристическая зона даже не в этом веке. И даже не в прошлом. Просто в позапрошлом веке самолетов, естественно, не было. И сюда приезжали на пароходик. Сколько времени занимало путешествие вот на таком суперконсталейшне? Четырехмоторном поршневом самолете. Люди летели примерно 20 часов. Ну, с пересадками, с дозаправками. И вот вернемся к теме, которую я озвучил. То есть здесь есть такой отдых, который вы еще не видели, и вам его навязывать не смогут. А для этого достаточно либо воспользоваться интернетом, а еще проще взять таксиста. Как правило, вам все покажут. Кстати, о тачках. Кстати, о тех, кто здесь разбивается. Здесь разбиваются в основном русские. Знаете, дебилки и дебилы берут машины и пытаются ехать на правом руле по левосторонней улице. Их бьют. Сейчас объясню. В Индии есть замечательная страховка. И машина застрахована от дебилов, едущих в вас. Еще раз напомню. Если в вас заехали, вам заплатят. Но если вы, и правы вы, или не правы, вы будете платить. И абсолютно похрен на ваши понты и мнение о том, что вы были правы. Вы вырезались хоть бы в столб и будете платить. То есть замечательная вещь. Пусть он даже вас подрезает, но как только вы столкнулись, вы платите. И за свою машину, и за его. Мысль замечательная. Вот бы нам такую дивную и количество идиотов за рулем сразу бы сократилось. То есть представляете случай? Хреноплет выехал и его не пропускают к себе. Один удар и платит. Дебилка или дебил паркуется, один удар и он платит. Дивный поворот налево. У нас пропускают всех. И косяки сзади пропускают. Там въехал и платит. И абсолютно до звезды на какой-то тачке. Ты въехал, ты и платит. И поэтому там идеальная чистота на дорогах. И поэтому там пропускают всех. И поэтому дебильные удары это только россияне. И поэтому в тюрьмах только мы за мизерную сумму добравшиеся и не смогшие платить тамошние ремонтные работы. Красивая такая тюрьма. Холодная зимой. Вот эти наши приключения в штате Гуа мы бы назвали следующим образом. А вы посмотрите как Индия изменилась. Причем Индия изменилась в гораздо лучшую сторону. То есть мы вот здесь проезжали ранее здесь ничего не было. Сегодня здесь строится современный торговый комплекс. Или это не торговый комплекс я понятия не имею что это такое. Но за ним такое же замечательное футбольное поле. Если бы вы захотели я бы вам это дело показал. Но поверьте мне это того стоит. Вот сюда довернемся. Смотри здесь то же самое ничего абсолютно не было. А вот это уже торговый комплекс. То есть Гуа штата Индия не просто развивается а он развивается еще и как. За моей спиной вот вы видите старенькие автобусики но они возят людей. А есть еще и новые автобусы. Посмотрите вот они. Все машины это абсолютно новые транспортные средства и даже то на чем мы сейчас едем тоже куплено всего лишь два года назад. То есть вот это называется темпы развития. А вот этот вот автобус возит вас всех знаете куда? На Гоа. Точнее не на Гоа а от Гоа в Бомбей. Все прелести Индии становятся понятными после того как вы взяли такси. Я имею ввиду не после того как русский не умея говорить на английском берет такси. После того как нормально говорящий на английском русский ее берет. То есть без взяток и прочей фигни. Спокойно разговариваешь спокойно общаешься и спокойно понимаешь что лучше и дальше ездить на нескольких конах. Покупать по цене за дарма различные припасы и вообще не заботиться о тачке. Потому что эта тачка всегда будет с тобой и даже радость то за 350 рублей ваша машина будет целый день. Ну или пока вам шопинг не надоест. Сейчас расскажу 400 рублей у нас доехать до аэропорта. Машина на сутки будет ну 1010 стоить. Если что. А вот вам замечательный пример. Если разменных денег то нет у кого брать у таксиста. Вот так нежданно и негаданно мы вернулись куда? Куда? В Индию даже не собирались приезжать. Потому что в планах был Таиланд. Но как-то возникло большое желание все послать подальше. Желание было реализовано вместе с Банком Русский Стандарт. Длинная у меня там кредитная история. И мы приехали сюда. Теперь для того чтобы вы смогли убедиться насколько эта страна такая благополучная и благожелательная. Вот в Магнитогорске допустим или в Москве к примеру вы бы смогли одолжить у таксиста 5000 рублей. Я честно говоря сомневаюсь. Вот здесь смог. Спасибо за your help. Скоро. И завтрашнее утро мы проведем опять же с нашим любимым таксистом. Поедем знаете куда? Ну по своим медицинским проблемам решать их. И вы бы знали куда. Дело в том что вот сегодня мы успели съездить к гинекологу получили замечательную консультацию за 150 рублей. Не доллар 150 рублей. А завтра поедем решать другие вопросы в более квалифицированное медицинское заведение. Сейчас до кого-то доедет а до кого-то нет. Краткий экскурс в историю. Всегда такое было но Индии восторгались по поводу стариков. То есть здесь жили дольше остальных. Гораздо дольше. В Индию маршруты в которые продвигались со времен поселения человеческих в Европе все и старались съездить. И долбанный Колумб собирался в Индию и если что он открыл Америку. И притащил оттуда всякой не лечащейся в Европе фигни. В остальном нормальный путь в Индию проложил Васко де Гамма. К слову об Индии. В далеком хрен знает которым году в первый свой визит он здесь сразу заложил исторически правдивое заведение. Нет мест где пролечиться в Индии сейчас предостаточно. Но в то время крупнейший институт от Европы он сочинил здесь же. То есть практически 600 лет этому заведению. Теперь слово то другое куда вам валить из рашки. К огромному сожалению то что нам внедряли не имеет никаких корней с правильной медициной. Никаких! Понимаете весь мир сначала мы разрушим и мир медицины тоже а потом попытаемся собрать. Но все наши лекари без преображенского слинялись за бугор. Там спокойнее и дома не серут. Поэтому если вы начинаете переться о нашей медицине я вам серьезно говорю что про это надо-то забыть. И конечно тоже здесь люди умирают от рака. То есть те самые 65% людей умерших от рака здесь никто не отменял. Но суть то рядом есть и Китай. И все что дает вам желание прожить подольше здесь есть есть по сути и даже любое раковое заболевание здесь лечится в разы то и в десятки раз дольше. То есть вопрос номер один. У меня человек заболел миеломой костей. Ну понятно но разрушаются они от рака бывает такое понятно попа но в России его схоронили за год а здесь внимание 15 лет как как-то так получается моя болячка у нас три с половиной часа операции с непонятным результатом и это с тем что не дает пожить потому что вас тупо привязали в центральной в центральной больнице Мухозапердянска вы хоть это представляете здесь 45 минут и вы потом идете домой вас просто обмораживают и на вашем теле в ваших мозгах не замораживаясь и не ведя вас в состоянии комы то есть с вами разговаривая у вас удаляется раковая опухоль мозга вы не опухли а я то как мы не просто бред с точки зрения медицины какой-то извините но мы бараны неотесанные так что ребятки это ваши правила а не мои да было грустно но понять то надо что нормальное лечение раковых опухолей не с таким геморроем в очередях это Индия нормальная и правильная Индия и когда мне говорят почему я везде еду с сыном то это только потому что я ему даю возможность чаще быть со мной а в его-то глазах это гораздо круче что же такое гуа но честно говоря здесь бы хотелось бы пожить если бы у меня не были проблемы с головой в остальном здесь жить очень даже клево а вы можете себе организовать бизнес причем любой конечно музыкальный бизнес вам здесь не удастся открыть потому что все дело закончено то есть не получится вам музыку чтобы грохотало до утра и с утра до вечера но другие бизнесы пожалуйста сколько здесь стоит жилье мы находимся в Пананже это центр естественно в Пананже квартиры стоят примерно 3 миллиона рублей может быть подешевле но если вы едете куда-нибудь подальше там где вы будете говорить на нормальном английском языке возможно вас там еще и поймут то цена вопроса будет миллион сто за трехкомнатную большую большую квартиру что касается медицинского обслуживания медицинское обслуживание здесь дешево вообще надо понимать что все лекарства купленные в Индии не стоят дорого и вы в принципе за сумму 200 там 400 руб можете себе купить все что нужно но не говоря про онкологию с онкологией здесь лучше чем у нас но не так круто как в Индии поэтому сори если бы я хотел приехать сюда я бы ему наверное не смог пожить в штате Гоа потому как для меня было бы проще поехать в Бомбей или в Нью-Дели там с моей головой лечат а здесь ну не получается хотя для всех других у которых нет таких проблем это естественно Гоа а лучше то и не придумать самое тяжелое в работе оператора это совместить невозможное закат и и вашего ненаглядного ведущего в одном плане потому что там солнце тут Леха где Леха находится сегодня и сейчас Леха находится в нашей любимой Индии на курорте под названием Гоа и нас омывают волны Аравийского моря настолько же сложно плюнуть на все приехать сюда объяснить банкам что ну ребята придется подождать потому что извините за последний год и три месяца я так малость чуть-чуть подзабодался но денег-то больших потратить не пришлось потому что ну знаем с кем ездить сколько это удовольствие нам обошлось и стоит ли это делать даже тогда когда все против вас конечно стоит 22 рубля ну 22 тысячи на человека ну плюс визы и из Уфы вы что думаете я настолько безумный что не могу себе это позволить нет конечно же надо это делать надо ездить отдыхать расслабляться и только тогда мы справимся со всеми нашими экономическими проблемами можно ли путешествовать в Индию естественно нужно ли это делать а как же любимое всеми такси не выносит ваш карман и любимое всеми такси остается с вами на протяжении всего тура так что прокатиться то есть где а вот мы решили посмотреть крокодайлзов и прокатиться на слонах и крокодайлзов увидели и на слонах прокатились хотя были странные мысли что мы не увидим крокодилов увидели господа и понимаем что соваться в речку это как-то не для нас а теперь про слонов вот собственно говоря ничего не изменилось за 9 лет представляете те же самые слоны были и здесь вот единственное возникло просто как покататься покататься очень легко и просто тысяча сто рупий на семью из двух человек я не катаюсь естественно вот моя супруга катается какая приятная штучка классная да вот это настоящий слон сделанный в Индии и для вашего удовольствия он здесь создан а слоны крутые конечно еще круче когда на слона взбираешься а когда тебе 3 года и высота-то неописуемая и красота да и понятно каждому Индия в ее многовековой истории является кладезью цивилизации как и Китай как и Египет сюда ездить надо и достаточно часто теперь другие путешествия и нам как-то станет грустно то бишь понятен результат можно прокатиться по всей Индии она большая прокатывание по еще большей стране типа Турция вела дивную мысль а как с сортирами в машине а никак сидишь ждешь остановки у нас в некоторых есть сортиры но один хрен сидишь Америка шикарно там везде стоят сортиры и это как-то нормально хотя в Америке ездят на самом крутом транспорте а теперь про Индию в Индии внимание транспорт в два этажа то есть там ты просто спишь в нормальной позе блин да когда же мы до этого дойдем а как все это классно то есть вот смотрите от нас до Екатеринбурга примерно то же самое расстояние да 560 километров но такого-то и нету то есть мы ездим на чем на старых древних корейских автобусах а зачем нам это нужно хотя посмотрите есть же Индия и вот так она развивается и нам бы так развиться да вот похоже не судьба круто конечно путешествовать грамотнее там получать чем медицинские услуги по сути понятен результат можно получить и то и то еще проще уехать из России с онкологией во-первых качественная химия во-вторых дешевая в-третьих при безгеморройных условиях содержания здесь можно прожить и оставшуюся часть жизни не парясь о мелочах и это конечно не для тех кто ее прожигает в России с головой жить надо а не с головкой что касается движения в Гоа ну это естественно левостороннее движение вот вам тут могут сказать что здесь никто правила не соблюдает это все ерунда здесь соблюдают правила и просто здесь есть такая штука под названием страховочка нормальная страховка но в отличие от российской идиотской страховки здесь немножко все по-другому вот сейчас объясню ситуацию то есть вы застраховали свою машину и ездите но как только вы ударили вы будете платить за чужое транспортное средство вы меня поняли? то есть здесь нет такого как в России да? в россиянин застраховался и ждет когда в него ударят вот а потом будут такие великолепные вещи как наша страховка которая вам ничего и не оплатит то есть вот наверное так оно и надо делать то есть никаких правил зато одно ты платишь за чужой ущерб и это будет нормально потому как я вот в России вижу каждый день три сильные аварии в Турции я вижу каждый день одну сильную аварию а на Гуа за неделю я вижу такую же но одну сильную аварию а в остальном здесь все рулят по нормальным правилам я вижу что это не значит но нет ты кто это там